Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 13 января 2019 года. Начитываю книгу Бена Карсена «Золотые руки». Глава 15. Жестокое разочарование. Если все получится, то в этой операции я в каком-то смысле буду первопроходцем. Случаев полного функционального выздоровления известно очень мало, и большинство врачей считают гемисфертомию бессмысленной. Я постараюсь сделать ее как можно лучше. Я пришел к решению оперировать с твердой уверенностью в двух вещах. Во-первых, если я не буду оперировать, Миранди Франциско станет хуже и она умрет. Во-вторых, я сделал все, чтобы приготовиться к успешной операции, и теперь ее исход в Божьих руках. Ассистировать я попросил доктора Невилла Нуки, одного из наших главных ординаторов, с которым я познакомился еще в Австралии. Невилл получил стипендию для учебы в университете Джона Хоппинса, и я понял, что он очень способный хирург. С самого начала операции возникли трудности, поэтому вместо пяти часов мы оставались у операционного стола ровно вдвое дольше. Мы поняли, что нам потребуется много крови для переливания. Воспаление мозговых тканей было настолько сильным, что они начали кровоточить, где бы к ним не прикасался инструмент. Это была не только самая длинная, но и самая тяжелая операция в моей жизни. Столь напряженная работа началась с обычного надреза кожи на голове. Ассистент-хирурга убирал кровь ручным насосом, а я прижигал маленькие сосуды. Чтобы держать открытым края разрезов, на них помещались стальные зажимы. В маленькой операционной было прохладно и тихо. Тогда я сделал надрез глубже, через второй слой кожи. Снова маленькие сосуды были запаяны, а отсасывающая трубка убирала кровь. В черепе миранды я просверлил шесть отверстий, которые размером с пуговицу от рубашки. Отверстия располагались полукругом, начинающимся перед левым ухом, далее окружавшим макушку и заканчивающим за ухом. Каждое отверстие заполнялось очищенным воском, чтобы облегчить пиление. Затем при помощи пневматической пилы я соединил отверстие в единый разрез и снял левую часть черепа, открыв наружную оболочку мозга. Мозг был вздут и ненормально тверд, что еще больше затрудняло операцию. Чтобы уменьшить опухоль, анестезиолог установил капельницу с лекарством. Затем Невил ввел в центральную часть мозга, откуда нужно было откачать избыток жидкости, тонкий катетер. В течение восьми утомительных часов медленно, тщательно я удалял воспаленное левое полушарие мозга, миранды. Маленькие хирургические инструменты продвигались миллиметра за миллиметром, терпеливо отделяя ткани и жизненно важные кровеносные сосуды, стараясь не коснуться и не разрушить хрупкие отделы мозга. Большие вены у основания мозга чрезмерно кровоточили, а я искал трудноуловимую границу, отделяющую мозг от сосудов. Нелегко удалять части мозга, воспобождая вены, разносящие жизнь по маленькому тельцу. Миранда потеряла за время операции больше четырех литров крови. Мы однажды возмещали ее полный, мы дважды возмещали ее полный объем в организме девочки. Сестры в течение всех долгих часов держали родителей Миранды в курсе того, что происходит. Я представил, каково им полное ожидание и сомнение. Когда мои мысли обращались к Богу, я благодарил Его за мудрость, за помощь, за то, что Он вводит меня моими руками. Наконец мы закончили. При помощи специальных скреп, кость черепа была укреплена на прежнее место. Невилл и я отступили от стола. Операционная сестра взяла из моих рук последний инструмент. Я позволил себе роскошь пошевелить плечами, покачать головой. Мы с Невиллом и вся остальная операционная бригада успешно удалили левое полушарие. Невозможное свершилось. Но что будет дальше? Мы не знали, прекратятся ли судороги. Мы не знали, сможет ли Миранда снова ходить и разговаривать. Нам осталось только одно – сесть и ждать. Невилл и я отступили. Сестры откинули стерильную простыню. Анестезиолог отключил многочисленные аппараты. Которые поддерживали жизнь Миранды. Даже аппарат искусственного дыхания был отключен. И теперь она дышала самостоятельно. Я внимательно глядел на ее, ища какие-нибудь осмысленные движения. Но их не было. Она слегка пошевелилась, очнувшись в операционной. Но когда сестра позвала ее по имени, не ответила и не открыла глаза. «Еще рано», – подумал я, глядя на Невилла. «Она скоро проснется, так ли?» Знать наверняка мы не могли. Десять часов провели ее родители в комнате ожидания. Они отказывались пойти перекусить или нанадолго прогуляться. Но, надеясь и молясь, оставались там. Уютно окрашена в мягкие цвета комната ожидания была сделана максимально удобной. Чтобы помочь провести время, там были собраны журналы, книги, даже составные картинки-загадки. Но, как рассказывала мне позже одна из медицинских сестер, утро сменилось вечером. А Франциско сидели, не шевелясь. Беспокойство, написанное их лицем, говорило само за себя. Миранду вывезли из операционной. Я последовал за ней. Когда санитар катил ее через кол в детскую палату интенсивной терапии, она выглядела такой маленькой и беззащитной под бледно-зеленой простыней. Со штатива, укрепленного на каталке, свисала капельница. Глаза девочки опухли от десятичасового пребывания под наркозом. Перекачка жидкости в организме нарушила работу лимфатической системы, вызвав отчечность. В горло в течение десяти часов была вставлена дыхательная трубка, так что губы Миранды распухли и лицо ее казалось обезображенным. Франциско, ловивший каждый звук, услышали, как каталка выехала в холл и выбежали настречу. «Подождите!» – тихо попросила Терри. Ее глаза покраснели, лицо побленело. Она подошла к каталке, наклонилась и поцеловала дочь. Глаза Миранды на секунду приоткрылись. «Мамочка, папочка, я вас люблю!» – проговорила она. Терри разрыдалась от счастья. Да и Луис тер глаза. «Она говорит!» – закричала нянечка. «Она говорит!» Изумленный, взволнованный, я молча стоял тут же, разделяя со всеми радость этой минуты. Мы надеялись на выздоровление, но никто из нас не предполагал, что оно может быть таким стремительным. Молча я благодарил Бога за то, что Он сохранил жизнь этой прекрасной малышки. И вдруг изумленно вздохнул, как будто значение их беседы только сейчас достигло моего мозга. Миранда открыла глаза. Она узнала родителей. Она говорила, слышала, думала, отвечала. Мы удалили ей левое доминантное полушарие мозга, отвечающее за речевую функцию. И все-таки она разговаривает. Ей было немножко неловко, неудобно на узкой каталке. И Миранда потянула правую ногу, пошевелила правой рукой. Но ведь раньше они контролирулись тем полушарием, который мы удалили. Новость просочилась в коридор. И вот все сотрудники, включая секретаршу и технический персонал, выбежали посмотреть на Миранду собственными глазами. Невероятно! Это правда? А одна женщина сказала. Хвала Господу! Я понимал важность успеха операции для Миранды и ее родителей. Но мне до сих пор как-то не приходило в голову, что случилась настоящая сенсация. Конечно, это значительное событие, но я считал его само собой разумеющимся. Если бы я не добился успеха, это сделал бы другой хирург. Однако все остальные восприняли операцию как новость, достойную освещения средством массовой информации. Вокруг закружились репортеры, задавая вопросы, прося фотографии и отчеты. Дон Колбун из Вашингтон-Пост взял у меня интервью и написал очень длинную и довольно точную статью. Добротно рассказывающий о всех этапах операции и о семье Миранды. Телепрограмма, вечерний журнал, сделал две передачи о гемосферктомии. У Миранды развилась послеоперационная инфекция, но при помощи антибиотиков мы быстро с ней справились. Ей становилось все лучше и в конце концов состояние девочки стало просто прекрасным. Желание Миранды сбылось сразу же после операции в августе 1985 года. У нее больше не было приступов. Однако ухудшились тонкие движения пальцев правой руки и осталась легкая хрипота, которая была и до операции. Но она планировала учиться танцевать чечетку. Миранда приняла участие в программе Фила Доннахью. Режиссер хотел, чтобы я участвовал в этой телепрограмме, но я имел причину отклонить приглашение. Во-первых, в каком качестве я должен был выступать? Я не хотел выступать в роли телевизионного хвостуна или знаменитого врача. Во-вторых, я осознавал некоторый подвох, скрытый в подобном телевизионном шоу. Опасность заключалась в том, что, наслушавшись, какой ты чудесный, сам достаточно часто начинаешь в это верить, забывая, с каким трудом ты достиг результата. В-третьих, хотя я уже сдал письменный экзамен, на квалификацию нейрохирурга оставался устным. На устном экзамене кандидат сидит перед советом нейрохирургов. Целый день они задают все мысленные и немысленные вопросы. Здравый смысл подсказывал мне, что к тому, кто только что был телевизионным героем, комиссия будет еще придирчивее. Я сообразил, что выступив в этой программе, больше потеряю, чем выиграю, и поэтому отказался. В-четвертых, я не хотел вызвать к себе зависть у других врачей, когда коллеги, находившиеся в таком же положении, как и я, могли бы сказать, а это тот, кто думает, будто он величайший врач на Земле. Такое случалось со многими хорошими врачами после выступления в средствах массовой информации. Я попросил выступить доктора Джона Фримена, имевшего непосредственное отношение к операции. Джон был старше, занимал должность штатного профессора, и я его очень уважал. «Джон», — сказал я ему, — «вам ничего не грозит. Ни один завистливый доктор ничего плохого у вас не подумает. Вы заслужили вашу репутацию, и всех вас уважают. Так почему бы вам не выступить вместо меня на телевидении?» Джон не был в восторге от этой перспективы, но согласился, понимая мои доводы. Он выступил в программе Фила Донна Хьюлл и объяснил, что такое гемосфектомия. Хотя это было мое первое столкновение со средством массовой информации, я стремился избегать подобного освещения событий на телевидении, по радио и в печати. Каждый раз, получая такое предложение, я сначала внимательно его обдумывал, решая, заслужит ли оно внимания, и задавал себе главный вопрос. Какова цель этого интервью? Если я приходил к выводу, что целью была реклама или развлечение публики, то объяснял журналистам, что не хочу иметь с ними никакого дела. Миранда хорошо себя чувствовал без левой половины мозга благодаря феномену, которым мы называем пластичностью. Теперь известно, что два мозговых полушария разделены не так радикально, как думали раньше. У каждого есть свои основные функции. Одно полушарие ответственно главным образом за речь, другое – за художественные способности. Но у детей эти функции частично совпадают. Благодаря пластичности управление может быть передано от одной части мозговых клеток в другой. Никто точно не может объяснить, как это происходит. Моя теория, разделяемая многими специалистами, заключается в том, что люди рождаются с недифференцированными клетками, которые еще не стали тем, чем должны стать. Или, как я однажды сказал, они еще не стали взрослыми. Если что-то случается с частью клеток, уже имеющих свою определенную функцию, эти недифференцированные клетки, еще обладающие способностью к изменениям, исполняют функции уничтоженных или нефункционирующих. С возрастом многофункциональные, с разными возможностями клетки становятся более дифференцированными. Способность изменяться и замещать другие сохраняется лишь у немногих из них. К тому времени, когда ребенок достигает возраста с 10 до 12 лет, большинство таких универсальных клеток уже полностью трансформировались для той деятельности, которой они должны теперь заниматься. И они уже не могут при необходимости принять на себя функцию другой части мозга. Поэтому пластичность имеет место только у детей. Однако я учитываю не только возраст пациентов. Я смотрю также на то, когда появились нарушения. Например, Кристине Хатчинс я сделал операцию в 21 год, поскольку ее приступы также не поддавались лечению. У нее припадки начались, когда ей исполнилось 7 лет. И сравнительно медленно прогрессировали. Я предполагаю, по-видимому правильно, что ее мозг медленно разрушался, начиная с 7 лет. Но шансы заключались в том, что многие функции пораженных тканей в течение этого времени уже были переданы другим частям мозга. Хотя Кристина старше всех остальных моих пациентов, мы провели гемосферктомию. Девушка вернулась к учебе и учится неплохо. Из 22 пациентов только один был мужского пола. Я не могу это объяснить. Теоретически мозговые опухоли у женщин встречаются не чаще, чем у мужчин. И я уверен, что это случайность, и со временем счет сравняется. Кэрол Джеймс, моя ассистентка и правая рука, часто дразнит меня, говоря, Дело в том, что женщине, чтобы быть такой же умной, как мужчина, достаточно одной половины мозга. Поэтому вы смогли успешно сделать операцию стольким женщинам. У 95% детей после гемосферктомии пропадают судороги. У остальных 5% судороги случаются редко. Больше 95% маленьких пациентов улучшили после операции свои интеллектуальные показатели. Потому что теперь они не страдают от судороги и не поглощают столько лекарств. Я бы сказал, что улучшилось состояние всех 100% пациентов. Конечно, когда операция приносит пациенту обличение, мы также переживаем удивительный духовный подъем. Теперь гемосферктомию переменяют чаще. Ее начали делать и в других больницах. Я знаю, например, что к концу 1988 года хирурги Калифорнического университета в Лос-Анджелесе сделали уже 6 таких операций. Насколько мне известно, из всех нейрохирургов, работающих в настоящее время, я их сделал больше всех. Доктор Расмуйсен еще жив, но уже не практикует. Главная причина большого количества удачных операций, выполненной в больнице Джона Хопкинса, заключается в том, что у нас уникальная ситуация. Врачи из отделения детской неврологии и нейрохирургии отлично ладят между собой. В противоположность тому, что я наблюдал иногда в Австралии, мы не полагаемся на звезд. За год пребывания в стране антиподов я с горючей отметил, что некоторые консультанты не заинтересованы успехом других врачей. В результате и работающие под их началом не всегда стараются все делать наилучшим образом. То, что мы действуем заодно в детской палате интенсивной терапии, улучшает все аспекты нашей работы, включая набор персонала. Мы друзья. Нам хорошо работается вместе. Наше призвание избавлять от боли. Кроме того, нас волнуют проблемы друг друга. Мы, команда, и Бен Карсон только часть этой команды. После всех сделанных мною гемисверктомий умер только один пациент. С тех пор я сделал еще более 30 операций. Самой младшей из моих пациентов является трехмесячная Кэрри Джойс. Операция была совершенно обыкновенной. Но потом у Кэрри началось сильное кровотечение из-за недостатка тромбицитов в крови. Оно было связано с оставшимся здоровым полушарием. Однако нам удалось решить проблему. И девочка постепенно выздоравливает. Судорог в ней больше нет. Наиболее тяжелым в эмоциональном плане стал для меня случай Дженнифер. Это вымышленное имя. Мы сделали предварительную операцию, когда ей едва-два исполнилось пять месяцев. Дженнифер страдала ужасными судорогами. Ее несчастная мать находилась в совершеннейшем отчаянии. Припадки начались через несколько дней после рождения ребенка. Сделав электроэнцефалограмму, компьютерную томографию, проведя исследование с помощью магнитного резонанса и другие обычные обследования, мы обнаружили в задней части правого полушария очаг патологической активности. Я решил удалить только эту часть. Операция, казалось, прошла успешно. Девочка быстро выздоравливала. Частота приступов заметно снизилась. Она начала реагировать на наши голоса. Значительно оживились движения. Но, как оказалось, только на какое-то время. Потом судороги возобновились. 2 июля 1987 года я снова прооперировал девочку, удалив оставшуюся часть правого полушария. Маленькая Дженнифер очнулась после операции с сохранившейся подвижностью во всех частях тела. Операция заняла всего 8 часов, куда меньше, чем многие другие. Но эта работа, из-за того, что ребенку было только 11 месяцев, выводила меня куда больше обычного. Я уходил из операционной совершенно измученный, что для меня довольно странно. Сразу после операции я отправился домой, поскольку жил в 35 минутах езды на машине. За 2 мили до дома зазвучал сигнал вызова. Хотя причин неожиданного вызова могли быть десятки, интуитивно я понял, что-то случилось с Дженнифер. «Нет, нет», простонал я, «только не она». Я доехал до дома и сразу же позвонил в клинику. Старшая сестра ответила, «Как только вы уехали, Дженнифер стала хуже. Теперь они борются за ее жизнь». Быстро объяснив Канди ситуацию, я прыгнул в машину и доехал до больницы за 20 минут. Когда я прибыл, бригада реаниматоров еще пыталась привести ребенка в сознание. Я присоединился к ним, и мы продолжали наши попытки вернуть Дженнифер к жизни. «Боже, пожалуйста, не дай ей умереть, прошу тебя». Через полтора часа я взглянул на сестру и увидел в ее глазах то, что уже знал сам. «Она не вернется назад», сказал я. Потребовала вся сила воли, чтобы, потеряв этого ребенка, не разрыдаться. Я тут же вышел из реанимации и направился в комнату, где ждали родители. Они устали на меня испуганными глазами. «Простите меня, это все, что я мог здесь сказать». В первый раз за свою взрослую жизнь я плакал на людях, сочувствуя родителям девочки и их ужасной потери. За 11 месяцев жизни маленькой Дженнифер на них попеременно накатывались волны тревоги и веры, отчаянно и оптимизма, надежды и печали. «Она боролась за жизнь», услышал я свой голос. «Почему же так получилось?» «Наша бригада работала хорошо, но мы столкнулись лицом к лицу с обстоятельствами, которые оказались сильнее медицины. Смотреть на страдания родителей было выше моих сил. Дженнифер была их единственным ребенком. У ее матери хватало проблем со здоровьем. Она лечилась в Национальном институте здравоохранения Бетсиди. Собственные болезни, потерять дочери, это очень похоже на испытания старого Иву из Библии. Оба отец и мать плакали, а мы пытались утешить их и друг друга. Доктор Патти Виннинг, детский невропатолог, ассистировавший меня во время операции, вошла в комнату. Она та же, как и я, переживала потерю. Сами, страдая от боли, мы пытались утешить родителей. Я не могу вспомнить, чтобы раньше меня охватывало такое ужасное ощущение безнадежной потери. Рана была так глубока, что казалось, все, кого я люблю, умерли одновременно. Супруги Джойс были потрясены случившимся, но к их чести они проявили себя чуткими людьми. Я был восхищен мужеством, с каким они приняли смерть Дженнифер. Они знали, мы сделали все, что могли, а гемосфитомия оставалась единственной возможностью спасти жизнь их дочери. Но Джойсы были умными людьми и задали множество важных вопросов. Они хотели прочесть те записи в истории болезни, которые мы им предоставили. Не раз они разговаривали с анестезиологом. Я еще несколько раз встречал их потом. Джойсы говорили мне, что благодарны за все, что мы сделали для их девочки. Мы так и не поняли, почему Дженнифер умерла. Операция прошла успешно. Вскрытие не показало никаких нарушений. Как иногда бывает, причина смерти осталась тайной. В следующие дни я, конечно, продолжал работать, но не мог выйти из состояния депрессии. Даже теперь, когда я позволил себе так подробно рассказать о смерти Дженнифер, я все еще не могу сдержаться и чувствую, что слезы грозят хлынуть наружу. Мне, как хирургу, труднее, чем остальным сообщать родителям фатальные новости о детях. Теперь, когда я сам стал отцом, это стало еще тяжелее, потому что я получил некоторые представления о том, что чувствуют родители, когда их дети болеют. И теперь я знаю, отчего так нелегко говорить о смерти ребенка. Когда новости плохие, что я могу сказать или чем могу помочь? Я знаю, как бы я себя чувствовал, если бы у одного из моих сыновей обнаружили опухоль мозга. Я был бы похож на утопающего посреди океана, молящего кого-то, кого угодно бросить спасательный круг. Это невыразимым словами иррациональный их страх. Многие родители, приходящие в больницу Джона Хопкинса, находятся в таком отчаянии. Я и теперь не уверен, что полностью отправился от смерти Дженнифер. Каждый раз, когда умирает пациент, у меня остается шрам. Я получаю такую эмоциональную рану, как те, чей близкий умер на профессионном столе. Я пытался выйти из депрессии, напоминая себе, что множество людей еще нуждаются моей помощи и несправедливо по отношению к ним так глубоко переживать неудачу, забывая о боли новых пациентов. Размышляя своей реакцией, я прихожу к выводу, что когда после операции с пациентом не все в порядке, я непроизвольно переживаю бремя ответственности за последствия. Может быть, так реагируют все врачи, по-настоящему заботившись о своих пациентах. Несколько раз я ловил себя на мысли, если бы я не делал операцию, не случилось бы летального исхода. Если бы ее делал кто-то другой, может быть, у него все получилось бы лучше. разумом я понимаю, как справляться с горечью таких размышлений. Часто я учешаю себя тем, что пациент все равно должен был умереть, а мы предприняли отважную попытку сохранить ему жизнь. Оглядываясь на свой путь хирурга и работая в больнице Джона Хопкинса, я напоминаю себе, что если бы я не оперировал, тысячи людей умерли бы. Некоторые хирурги справляются с неудачами лучше, чем другие. Может быть, моя потребность обязательно достигать цели, стремление делать все как можно лучше становится причиной того, что я не слишком хорошо справляюсь с разочарованием неудачи. Несколько раз я говорил Канде, мне кажется, Господь это знает, поэтому Он делает так, чтобы подобное со мной случалось нечасто. Несмотря на мою печаль под Дженнифер и отчаяние тех дней, когда я пытался с этим состоянием справиться, я бы не хотел, чтобы мои пациенты оставляли меня безразличным. Я работаю с людьми, оперирую их, божьих созданий, страдающих и нуждающихся в помощи. Не знаю, как бы я мог работать над мозгом девочки, как бы мог держать ее жизнь в своих руках, если бы меня это не трогало. Я сильно привязан к больным детям, таким беззащитным и лишенным возможности жить полной жизнью. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аллилуйя.